А ты знал, что путешествовать можно без билета, без путевки, без дальних перелетов и длительных переездов? И даже без чемодана. Наши Алена и Влад отправляются в тур по всему миру в окрестностях многонациональной Новгородской области. Хочешь познакомиться с отличными людьми? Тогда давай с нами! Для хорошего путешествия достаточно найти правильного гида, который познакомит тебя с необычным, непривычным и таким уникальным своим миром с национальным колоритом. В Новгородской области живут представители более ста национальностей. И сегодня мы задумали рассказать о таких отличающихся друг от друга, но при этом отличных людях. И познакомить вас с традициями разных народов. Привет! Я Алена. А я Владислав. И сегодня мы с вами познакомимся с Чеченской Республикой. Чечня. Как много в этом слове? А, собственно, немного. Я там не был ни разу. А ты? Я тоже не была. Что ты знаешь про Чечню и чеченцев, если не обращаться к Википедии? Ну, ни для кого не секрет, что Чеченская Республика – одно из самых красивых мест в России. С умопомрачительными горными пейзажами, с уникальными историко-архитектурными памятниками. А еще все знают, что чеченцы славятся гостеприимством. От Великого Новгорода до Грозного – столица Чечни. Почти две тысячи километров. Но чтобы достоверно узнать о чеченских традициях, нам сегодня не придется паковать чемоданы. Мы просто идем в гости. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Как много гостей. Молодые ребята, да? Много лет назад в городе Грезный родился наш, а теперь и ваш, новый знакомый, султан Ахмадбекович Штамаев. Когда нашему герою было 12, семья переехала в деревню Черная. Это ведь у нас, в Батецком районе? Именно. А спустя еще три года они переехали в Новгород. И вот так вышло. У султана теперь три родины – Грозный, Черная и Великий Новгород. Вот так вот судьба занесла, и я не жалею, очень интересная жизнь. Мы узнали. Занесло нас в такой красивый, далекий край. Это оказалась еще родина России. Тут хорошие люди, добрые люди. Я здесь в школе учился, в институте, в аспирантуре. Спортом занимался. Вот что круто! Смотри, это Рамзан Кадыров. Видишь, кто рядом? Это же наш султан Ахмадбекович. Да, султан Тамаев – официальный представитель президента Чечни в Новгородской области. Здесь он для того, чтобы вникать в проблемы новгородских чеченцев и помогать их решать, взаимодействовать с органами власти и полицией, и следить за тем, чтобы представители его нации всегда вели себя достойно. Если случается какой-то инцидент, в котором замешаны земляки, ему сразу же поступает звонок, и он участвует в разрешении конфликта. Большой человек! Главное – отличный. Радушно приняли нас в гостях вместе с супругой. Кстати, я пошла постигать секреты чеченской кухни. Так что, Владик, давай. Девочки, как говорится, налево, мальчики – направо. Ну да, тем более к чеченским обычаям эта фраза очень даже подходит. Здесь царит настоящий патриархат. Наверняка вы слышали, что за праздничным столом в Чечне женщины сидят отдельно от мужчин. Это правда. Но семейные застолья, конечно, проходят совместно. Впрочем, это не умаляет главенство мужчины в семье. Бывает же, мам, уже они в основном контактят больше с мамой дети. Поэтому они более у них там свободно все, да, с отцом поменьше, но как бы. И поэтому, если там как бы, чтобы там мама не говорила, там нельзя, нельзя, да, сейчас, подожди, папа придет, все будет нормально. И папа пришел, пап, можно? Ну, конечно, можно идти. И все. Он маме так вот так помахал и пошел успокоился. Если вот на весы папа и мама, тут, ну, вообще конкуренции никакой нет. Дедушка – это вообще как президент. Жена у нас генералом является на кухне. Ну что, женщина, как там у тебя на кухне? Все отлично. У нас тут полный чиполгаш. Муж, конечно, тоже ко мне прислушивается. Но все равно, как бы, считаю, что... Ну, чтобы не было всяких споров, скандалов, чтобы в семье было все, как скажем так, ладно. Вот, поэтому я и сама считаю, что все-таки женщина должна промолчать. Если мне это интересно скандалить и, ну, как бы, отстаивать свою точку зрения, конечно, это, ну, некоторые женщины делают так. Ну, вот именно вот в моем случае, вот мне кажется, если это не принципиальный какой-то вопрос, то я оставляю все так, как, ну, хочет мой муж. Да, патриархат действительно одна из важных отличительных особенностей чеченской культуры, вызывающих много обсуждений. А вот вам кулинарное отличие. У кавказцев принято добавлять много всяких пряностей, специй. А именно в чеченской кухне я заметила, что мы добавляем очень мало специй. И в основном, как бы, надеемся, скажем так, на продукты. Приходится брать все такое свеженькое, вкусненькое, чтобы получилось хорошо. Готовлю в основном для домашних, честно говоря, потому что это блюдо горячее, его надо подавать сразу, иначе, если подогревать, вкус бывает не тот, конечно же. Вот вам рецепт. Просто и быстро. Начнете готовить прямо сейчас? Успейте попробовать вместе с нами. Владик, а ты там бездельничаешь? Продолжаю знакомство. Дошел до детской. Мальчишки в Чечне традиционно занимаются борьбой. И от перемены места жительства эта традиция не изменяется. И Султан, и его сын Эмин умеют махать кулаками профессионально. У Эмина множество наград, планов и познаний о приемах борьбы. Я попросил в них немножко посвятить наглядно, но не думаю, что так погружусь в тему. Молодец, давай. Характер, дисциплина, постоять за себя уже с детских лет. Мы и дома-то это молчим. Мужчина, я помню, нам отец говорил, что не дай бог, когда-нибудь вы придете, пожаловать, что вас кто-то обидел. Надо драться там, как бы там ни было, потом разберемся. Но всегда. И вот мы тоже. Ну а чтобы это поддержать, это все-таки нужно же и навыки какие-то, спортивные, и набор. Поэтому мы стараемся всегда, чтобы мог за себя поставить, засесть трубу там, за город, за область, за Россию. В чеченских девочках воспитывают скромность. Ну и, конечно, каждая чеченка должна уметь готовить. Кстати, Аленка, ну как ты там? Пока меня на пол бросали, лепешки лопала? Не лопала, а дегустировала. Вкусно? Можно накрывать. Лето проводим с детьми в Чечне, потому что как бы здесь, ну, невозможно, скажем так, ничему научить детей чеченскому, потому что весь день у них проходит в школе, потом сын на борьбу, потом уроки, и учить чему-то здесь, это, ну, не представляется возможным, скажем так. И здесь в основном требования у меня какие там дома разговаривать на чеченском языке, и вот девочек скромно одеваться. Сейчас же все сложно, даже не только наши чеченские, да, вот, допустим, такое понятие, там, милосердие, там, добродушие, там, чувство сострадания. Даже эти-то вещи сложно сохранять, уже не говоря, а... Ну, а национально, наверное, сложнее, потому что и детишки, они в основное время проводят за пределами, там, там, школа, секция спортивная. И когда ты вот это вот у себя дома все несешь, да, а там, ну, совершенно по-другому, и они так вот, ну, начинают думать, что это интересно. Ну, определенный минимум есть, который мы при любых обстоятельствах, мы и будем соблюдать его. И грош нам цена, если мы это не перенесем, не передадим там поколению, которое идет после нас. Итак, подведем небольшой итог. Как правило, чеченские женщины – отличные хозяйки, а чеченские мужчины умеют отстаивать себя в бою. На чеченской свадьбе не присутствует жених. При этом в чеченских семьях царит патриархат. Младший уважают старших, жена уважает мужа и всегда уступает первенству мужчине. Пока в доме не появился гость. Все самое лучшее – гостю. И совсем, кстати, не важно, какой он национальности. Вот такие отличные чеченские традиции. Те, которые стоит чтить и передавать по наследству. Ну, если отличия вот эти вот копать ты начнешь, то ты получишь, что где-то у нас хорошо, у них плохо получится. Поэтому, чтобы эти вещи не говорить, хочется говорить только о хорошем всегда. О плохом я не знаю. Мне плохого… Мне… Я даже не могу вспомнить, когда мне плохое, что сделали. Где-то бывает иногда, как я таким словом хотел. Вот неполноценный человек, вот я хочу назвать их неполноценными людьми, которые могут, например, в твой адрес что-то там по твоему национальному признаку сказать. Это ведь все от культуры человека зависит, от его образованности, от его вообще понимания жизни. Если ты, ну, здравым смыслом обладаешь, если ты честный, если ты объективный человек, ты никогда не будешь такого говорить, потому что много очень хороших и много плохих в каждой национальности есть. Но это люди. Людям присуще быть или хорошим, или плохим, ну, или так себе. Ну, как тебе знакомство? Интересно и вкусно. А тебе? Гостеприимно. Но в следующий раз я, пожалуй, пойду на кухню. Мы же еще будем готовить? Не уверена, но знаю, что мы еще обязательно пойдем в гости, и нас там встретят отличные люди. До встречи в следующем выпуске.